здравствуйте друзья хочу вам передать содержание некоторого разговора который у меня вчера произошел со старым 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 нашим приятелем который приехал в сша еще на 10 лет раньше нас представить вот мы тут 32 года он приехал году в семьдесят восьмом очень очень давно и там была семья папа мама два брата два сына вот если старший брат который наш приятель он может быть на пару лет меня моложе то брат его моложе лет на даже 10 так с лишнего года 53 54 и он профессиональный американский военный всю жизнь служил и в афгане и в ираке был в общем где только он не был а сейчас как-то он так что называется остепенился ходит в штатском и работает военные приемки обчитал в разведке служил и мы с братаном его так что-то вчера там перекидывались по разным нам темам и я посетовал что как-то вот они что-то не очень дают оружие и могли бы как-то поактивнее давать как ну как то вот мы все переживаем да что вот как какие то есть затыки там с этим оружием хотя с другой стороны там известно что дают много но как-то лучше но не сразу как-то на этом долго запрягает пока потом может быть там как-то разгоняется в общем вот на эту тему и он говорит и знаешь я с братом вот на эту тему тоже разговаривал это же вот сетовал что ну что же они вот так и и вот я хочу передать вот ответ этого брат уж может вам интересно бы этот говорит понимаешь говорит он но совершенно необязательно чтобы передача оружия сопровождалась но скажем такой публичной открытой информации о том когда передадут куда и передадут каким маршрутом там и в каком количестве и так далее так далее так далее но но правда вы кстати видели что на последнем ранштайне да они не стали больше говорить вслух но я думаю что даже то что они говорили вслух совершенно необязательно передает как бы происходящие процессы и значит сказано было первое вот этим родственникам было сказано первое что масштабы передачи вооружений просто бьют все мыслимые и немыслимые рекорды темпы и так далее то есть происходит какое-то невероятное накачивание оружием не обязательно это все официальные и так далее так далее но но просто очень много второе он так как бы посоветовал как бы такой метод анализа ситуации то есть он это примерно так что если вам говорят что вот принято решение о передаче какого-то конкретного оружия ну например вот возьмем там скажем вот эти вот ракеты к хаймарса которые летают на 300 километров вот если сказано что принято решение передать это значит что персонал уже обучен и ракеты эти скорее всего не просто границу пересекли а уже где-то расположены на передовой ну или скажем так чтобы выполнять те боевые задачи которые перед ним поставлены перед этим самым оружием то есть как бы абсолютно могут нельзя судить о том что реально происходит вот потому что официально говорится заявляется потому что там безусловно очень занижена то что происходит такая вот интересно ну вот я я подумал что вам может быть будет интересно что мне как бы у меня тоже все время знаете в голове крутится как что почему дают не дают вот даже германия которые все время ругали что она сколько не обещала там свои эти панцири и так ничего и не дала да а германия говорил нам надо перепрограммировать чего-то нам нужно там обучить народ а в итоге пошли под чертю за конечно хотелось бы чтобы на следующий день но но в общем в целом тоже пошли это германия которая когда война началась говорила мы вообще оружием помогать не будем мы можем там бронежилеты дадим или там как-то гуманитарно может быть и так далее кстати какой путь проделал так что ситуация вы видите она как-то обостряется так значит украинские власти и президенты военные они так долго говорили долго долго говорили мы сейчас как жахнем под херсоном ох мы как жахнем ваш под херсоном как жахнем и как-то мне кажется они достучались они достучались до того кого пытались достучаться и под херсон пошли значит подкрепление там потому что ему гарнизона причем вроде бы качественные подкрепления да там в д в этом еще что-то и мы не знаем планов командования да там украинский но ощущение такое что не просто их заманивают туда вот сколько придет там все слава богу вот вот столько и перемелем там я не знаю еще раз честно это не так просто перемолоть сами понимать но во всяком случае такое ощущение что они долго провоцировали чтобы туда кого-нибудь перебросили и временно мы видим что до октября когда дожди пойдут да ты вот здесь буквально вот сегодня 1 августа август сентябрь не так много времени и украин пока не 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 идет никого там молотить я слышал такое мнение что ждут чтобы вот те подкрепления которые пришли пошли в атаку в наступление пошли чтобы их уже в этом наступлении перемолотить а потом уже остальные домолотить я не знаю честно мы никто из нас не знает мы в ближайшее время будем свидетелями чего-нибудь такого чего мы не ожидаем но в общем напряжение напряжение присутствует большое и я сейчас смотрел что там какая-то даже не об этом передача но там в бэкграунде там какие-то совсем такие молоденькие мальчики мобилизованные в российскую армию они такие знаете в форме кепи такие у них тут этот вот триколор на рукаве и я смотрю на них и казалось бы но этих то чего жалеть правда они что не родину защищают а как бы совсем даже наоборот но но все равно так жалко они такие молоденькие они такие идиоты в том смысле что жизни не знают и легко обманывать и родители и девочки там какие-то их провожают и такая как-то гадость жалко понимаете этих тоже жалко совсем ну совсем дети я не знаю что это по призыву который что ли там если только совсем там после школы я не могу сказать но какие-то совсем уж маленькие вот как старшеклассники буквально не не мужики нет в общем друзья наблюдаем я не не очень комментирую на эту тему почему потому что я все что могу сказать это то что я где-то услышал и может быть мне что-то понравилось или не понравилось я не аналитик я не знаю там на какое расстояние летает то ракет или это пойти ну то есть если скажут я запомню может быть но это не моя так сказать как область предметная где я что-то понимаю но мы все как бы имеем какие-то чувства переживания какой-то там пусть не не исключительно развитый в военном отношении интеллект да поэтому мы смотрим мы со переживаем мы желаем победы украине а кто не желает я учет у нас на канале их немного таких чтоб не желали но если будет еще меньше я честно говорю только рад вот поэтому а я даже этому иногда способствую когда люди как-то знаете неадекватно себя ведут ладно ребятки счастливы и давайте как сказать как связисты знаете вот когда там прощаются там они говорят там до связи на там вот так и мы их ребятки до победы но мы раньше встретимся счастлива